обидели велосипедиста сегодня а велосипедистов нельзя обижать потому что они становятся злыми и начинают хулиганить нет, обещу тогда на дороге я знаю, если кто-то меня обидит из водителей то уж я начинаю до конца дня кататься так за мной чуть ли не гоняются до этот раз меня не пустили в ботанический сад академика Грушко два раза не пустили, сказали, с велосипедами ход воспрещен, но все идут а я не могу а я так хотел попить чай возле мандалы ступа буддийская раз уже сегодня японская тема или вообще азиатская, скажем так раз я снял небольшой садик японский на московском проспекте то думал уже сегодня продолжать и вдруг меня не пускают я с бастионной улицы заезжал потом заезжал смене такого приметного входа со служебного для машин чуть пониже но еще на горе и там мне сказали с велосипедами ход воспрещен я уже готов был взять билет тогда я разозлился спустился на набережную и забрался вот по этой круче с великом как я забрался я там все не знаю вот по этой тропиночке вот по этой вот я его толкал фига себе прямый затолкал правда здесь я затолкал его до этой точки потом поднялся сам и уже вытащил за колесо сейчас крутовато можно было конечно ехать через улицу Мичурина там поискать уже известную калиточку но хотелось что-то новенькое вот это желание новенького даже ворону может погубить лесоролку ух ты зато если уж не погубит то такое увидишь ну вот мы увидели этот чудесный сад вау я встал на плиту она считается ааа сейчас мы будем искать как туда проникнуть несомненно надо снять эту всю красоту эх близок локоть да не укусишь кругом уграда исправная но нам туда здравствуйте а не подскажете можно хоть как-то краешком посаду чуть пройтись снять никогда через бухгалтерию я понял 500 рублей час вам дают квитанцию приходите и фотографируйте 500 рублей час дороговато а если пять минут сотрудников все работают еще понял про пять минут про пять минут я в шутку конечно запустил но как я понял из ответа сговор возможен и за 50 рублей можно сюда попасть в этот сад дело чести ага вот они поправцы нет или я нашелся нет или я нашелся все закрыто объехал я сад по периметру и вернулся к тому месту откуда начал пока план только такой оставить велосипед и само перелезть другого способа я просто не вижу вот дерево например возможно здесь можно было перелезть посмотрим ага вот где можно перелезть здесь вот нет колючей проволоки она так по верху кое-где намотана но тут ее благоразумно убрали гости столицы ее жители будем здесь перебираться а на седло велосипеда будем опираться все правильно я его неправильно поставил сейчас мы его чуть-чуть передвинем седло будет опорой для ноги отличная идея с седлом можно на другой стороне да вид конечно зеркал такое впечатление что я нарушитель границы и контрабандой пробрался в Японию так вид что нам надо вон сколько солючей проволоки здесь еще удобство есть тут мело нам бы надо снять против солнца пойти чуть-чуть глубь точнее чтоб солнце было за спиной да вот это зрелище вот это зрелище вон вон чуть-чуть порасти вот это вон вот это вот это да 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 старый плод красота запаха почти нет плод большой такой вот что ничего не вижу я по моему остановилась камера или нет есть появилось тишине но я вполне удовлетворен я удовлетворен и ты удовлетворен улетел а вот обрубленные деревья тоже здесь виолень магнифисент магнифисент предприятия у не удалось и велосипедная бороться с собой не по сравнению а то из чего вздумали не пускать не гоже так господа всех не пускать кроме велосипедиста вот это я понимаю поехали да я с собой этот плод взял это абрикоска по размеру вот он какой вот так рассмотреть тут что-то мне камера остановилась здоровенный мумифицированная абрикоска деревянная высохшая деревянная дощечка ещё красота просто не насмотреться спряталась не так будет засвечивать объектив люблю всякое движение Молодцы Терево совсем сгнило Порослая молодая Круг него И струхла Здесь красивая, диковатая аллея Тылы Сада Мало кто здесь Ходит Листва Еще не убраны Прошлогодние И лужайки здесь В настоящем Диком лесу Как бывает В высоких сухих местах Где земля не заболачивается Вот красиво Естественно так Вот мы и выбрались К ландшафтам Причерноморских Степей Степей Здесь хорошо Еще солнышко светит Освещает все А это уже ландшафт Весьма напоминающий Карпаты Или что-то подобное Хотя в Карпатах не было Но думаю там что-то похожее Тоже красиво Есть кстати подъем от набережного шоссе По балке Я тоже не стал им пользоваться Поскольку место уже мною не раз испытанное Можно добраться от набережного шоссе Не слезая с велосипеда В принципе Крутить носку Оно здесь позволяет Пахнет хорошо Сегодня четверг Двадцать четвертая Двадцать пятая Какое Спасибо Спасибо С вами группа Черный Лебедь Спасибо Сейчас скамеечку найти Здравствуйте Здравствуйте Не помешает? Компион Незаметно, незаметно, и доехали мы до Корейского сада, да и до ступы буддийской. Круглые фотосессии. Вот эти пестрые флешки мне нравятся, в Бурятии когда едешь, где-нибудь через перевал, и там дерево сухое, все ввязано пестрыми-пестрыми, ленточками, красными, синими, белыми, красиво, я любил такие места, Чувствуется, чтет местное население свои обычаи, тогда я не очень интересовался буддийские ли они были или еще чьи-то, наверное буддийские, все равно нравилось, любил эту каменистую страну. Зимой холодная, зимой холодную страну, а летом страшно, жарко. Ну что ж, посидим. Я пригрелся здесь на помосте, хорошо, уж на что я мерзляк, а это у меня пол мне комфортно, все-таки уже потепляло. Пришло мне в голову прочитать одну длинную цитату, которую сегодня я встретил в одной книге. Хотя она касается индуизма, не буддизма, но все равно очень интересная. Это цитата из Бхагавадгиты. Раджуна перед битвой при Курушкетре говорит, я не хочу убивать этих людей, они мои родственники, и все мы стали жертвой злодейских интриг кавуравов. А воплощение Вишны, аватар, который был у него извозчиком, Кришна, отвечает, да не стоит так убиваться, они все равно уже мертвы. Все, что должно произойти, уже произошло. Ты ничего не можешь изменить. Тебя по сути нет. Иди сражайся. И их нету, и тебя нету. Только все во всем есть, и смерть есть жизнь, и жизнь смерть, и во всех, и во всем я, божество. Когда Арджуна все равно не хочет драться, Кришна тогда говорит, ну тогда посмотри на меня, я покажу тебе их трупы, поскольку все уже произошло, и все во мне. И он показывает ему свое космическое тело, в котором есть одновременно и прошлое, и настоящее будущее. Арджуна ужасается. И потом уже действует правильно, так как он опознает, что Кришна есть его Высшее Я. И он уже не свободен оставаться в неведении о нем. Кришна показывает Арджуне, что нет вообще вопроса свободы личности, потому что никакой самостоятельной личности нет. И он уже перебил своих врагов и совершил все подвиги, и ушел в иные миры. А колебания Арджуны, его острое переживание о личностной драме, это найти Майи, космическая иллюзия, скрывающая от него истинную структуру бытия. Иди и бей врагов, ведь ты не свободен их не бить, говорит ему Кришна, потому что все уже произошло. Да, забавно, интересное рассуждение о свободе личности и о времени. И о вечности, и о всеобщем. Иди и бей своих врагов, ибо все, что должно произойти, уже произошло. Поздороваемся с Леонидом. Сегодня здесь чудесно, тюльпами распустились. Здесь они поздние, привет, привет, привет. Проверим сейчас мои дубки. Ох, какие хорошие тюльпанчики, лохматые. Так, что там в моей дубочке. Да, простят меня боги. Ох, как хорошие. Какие листики на вас. Гребки и здоровые. Порядок. Тут кто-то тоже как бы за ними следит. Ну и слава богу. С богом по домам. Так, по верху, наверное, поедем.